уважаемые стрельцы всем доброго времени суток вы на канале око таро с вами ольга и сегодня предлагаю вашему вниманию таро прогноз на неделю с 19 по 25 июня включительно что вас ждет в этом периоде информация общего характера по этому расклад подойдет как женщинам так и мужчинам я вас всех приглашаю к своему столу что мы сегодня будем просматривать характеристики этой недели в общем все что может касаться работы карьеры ваших доходов расходов кредитных линий внешний мир в отношении вас что в скрытых факторах позитив или негатив каковы ваши возможности в этом периоде в общем подведем итоги этого периода посмотрим какими для вас будут выходные дни заглянем и вашу личную жизнь также в раскладе будет участвовать карта дополнительного совета или карта форс-мажора сейчас традиционно вы можете загадать картам один вопрос желания и так карта которую я достану самые последние после основной выкладки всех карт вашего расклада и ответит на загаданный вами вопрос поэтому думаете о своем желании работать мы с вами сегодня будем на колоде второй иллюминатов а помогать нам будет темный оракул который вы также видите на столе его я буду использовать для дополнения в конце основного расклада думайте о своем желании колода сейчас настраивается на вас напоминаю что все те кто знает свой асцендент просмотр можете делать также и по асценденту и то и другое верно и так ваша первая карта на начало этого периода уважаемые стрельцы все карты вашего расклада перед вами и я приступаю к его чтению я вижу что на момент просмотра в недавнем времени у вас на кого-то было очень много обид каких-то может быть ситуации личного характера из-за которых вы огорчались ощущение того что вы с кем-то не находите понимание не находите общего языка или вам кажется что вас кто-то не слышит или вы с кем-то не хотите общаться явно вас беспокоит какие-то тайные секреты или вы может быть считаете что от вас кто-то что-то скрывает или вам кто-то что-то не договаривает в то же время я вижу что есть какие-то новые проекты или важные для вас дела и начинания которые сейчас в сложности возможно что-то в недавнем времени не получалось срывалась вас кто-то подводил обстоятельства складывались не лучшим образом потому что я вижу что здесь были разочарования тем не менее в малый крест вашей судьбы и в большой крест вашей судьбы на этот период выпали довольно таки благоприятные карты которые говорят о том что на этой неделе может быть очень много изменений но ваша склад начинается семерки чаш эта карта мечтаний и она больше показывает бездействия нежели действия поэтому в понедельник каких-то серьезных дел лучше не начинать по этой карте вам лучше отдохнуть может быть заняться чем-то творческим и действительно о чем-то помечтать в негативе карта может говорить о том что возможно раньше вы в чем-то переоценили свои возможности или недооценили или какую-то ситуацию видели в иллюзорном свете а потом что-то для вас было как откровение из-за чего-то было больно поэтому не стоит кого-то или что-то слишком идеализировать общий запас энергии неплохой но хочется больше отдыха если не хочется делать ничего ничего не делайте не принимайте никаких решений по крайней мере в понедельник долго в таком состоянии находиться вы все-таки не будете потому что уже на входящие события выпла тройка монет карта активная карта деловая и для тех кто работает и для тех кто не работает тройка монет говорит о том что вы будете заниматься полезными делами для тех у кого есть основная работа эта карта и показывает любые рабочие процессы успешные переговоры в делах то что вы какую-то работу делаете на качество по этой карте если меня смотрят те люди которые совмещают работу и образование тоже замечательно будете успевать но если кто-то из вас мечтает о продвижении по карьерной лестнице о дополнительных возможностях то вам действительно не мешало бы чему-то подучиться или переучиться у вас могут быть очень достойные учителя и наставники с кем-то по поводу чего-то вы будете советоваться но в конечном итоге будете довольны так как карта материально она говорит о том что к вам в этом периоде могут поступать деньги они небольшие но это как работа или работать на перспективу в рабочих процессах в делах тех кто при работе многое зависит от вас для тех кто не работает у вас скорее всего однозначно из дополнительный источник дохода или вы хотите мечтаете обдумываете чтобы что-то запустить что-то то что приносило бы вам деньги и ваши кармические задачи действительно выпала карта новых проектов новых начинаний это туз жезлов эта карта говорит о том что чем-то стоит поторопиться у вас непременно будет что-то получаться как только вы начнете что-то делать проявите инициативу возможно что-то либо сами организуете либо с кем-то посоветуйтесь помощь придет и нужные люди к вам подтянутся и нужные обстоятельства к вам подтянутся даже те у кого есть основная работа эта карта может показывать какие-то обновления в основной работе для тех кто в поиске работы вы пока без работы эта карта может гарантировать то что в ближайшее время вы что-то интересно для себя можете найти я вижу очень много общения в общем потому что ваша склад выпала и восьмерка жезлов и карта старшего аркана звезд эти карты могут показывать соцсети абсолютно разных людей очень много интересной информации как для вас так и для кого-то и в малый крест вашей судьбы сегодня выпало немножечко больше карт эти карты я оставила мы здесь видим также четверку монет то есть карты говорят о том что многие из вас стремятся к тому чтобы деньги накопить зарабатывать больше приумножать увеличивать свои доходы и вы на правильном пути из маленьких денег вы способны сделать большие четверка монет пока показывает маленькие деньги но при вашей активности по восьмерке жезлов и активности других людей в отношении вас которая однозначно будет по этой карте потому что здесь и какие-то важные переговоры и встречи и скорость в делах тут могут быть даже дальние дороги командировки это могут быть любые встречи абсолютно на разные расстояния но для вас плодотворные и что интересно что карта звезд старшего аркана выпала в ваши финансы а это говорит о том что ваши основные доходы у вас еще впереди то есть по этой карте гарантированы очень хорошие перспективы все зависит от вас возможно у кого-то уже раньше деньги во что-то грамотно были вложены и сейчас эти вложения работают на вас поэтому у кого-то может быть пассивный источник дохода как дополнительная прибыль даже если меня смотрят те люди которые на пенсии или вы смотрите за детками все равно карта звезды говорит о том что вы в любом возрасте способны учиться и вы можете иметь какой-то бизнес или интересное дело даже будучи дома но и в этом периоде я не вижу бедности каких-то лишений наоборот по звездам вы сможете что-то себе позволить желание и потребностей у вас много но теми деньгами которые будут ваших руках распорядитесь вы правильно на внешний мир для вас выпала карта девятки жезлов конечно эта карта может говорить о том что с кем-то у вас все-таки могут возникать конфликты или конфронтация или карта может показывать какие-то старые или накопившиеся проблемы которые в этом периоде приходится решать потому что эти проблемы о себе напоминают по поводу с чего-то старого от кого-то тоже исходит помощь тут тоже очень много общения но иногда это разговоры на повышенных того чтобы вам или вашим близким что-то угрожало на физическом уровне я этого не вижу если мне смотреть те люди которые обдумывают новые кредитные линии вам для чего-то нужны большие деньги то по центральным картами вижу что какую-то сумму денег которая вам нужно получить вы можете главное деньги пустить по назначению закрыть свои кредитные линии вы сможете даже те у кого на сегодняшний день уже есть открытые долговые обязательства но если кто-то хочет провернуть какие-то сделки связанные с недвижимостью то с этим пока лучше повременить во все остальное вы можете делать вложения ну а теперь перейдем вашу личную жизнь начале те кто в паре затем те кто свободном поиске для тех кто в паре выпла карта принцессы жезлов и карта восьмерки жезлов и четверка монет которую мы уже видели карты говорят о том что в семье тоже в этом периоде может происходить очень много положительного может быть вы или ваша вторая половина захочет куда-то поехать вы сейчас что-то будете пересматривать по своим финансам уже имеющимся то есть для вас важно чтобы денег хватало на все и если вы куда-то хотите ехать вы не хотите себя в чем-то ограничивать если у кого-то на ближайшее время действительно запланированные дороги ваши личные или вашего партнера реализовать вы их сможете и благодаря этим дорогам или благодаря каким-то новым изменениям идут благо в ваш дом на материальном уровне я вижу что вы друг другу очень привязаны вы оба собственники по натуре здесь ревность здесь я вижу обновление чувств я вижу сексуальное притяжение поэтому у многих наших семейных все-таки жизнь налаживается даже если вы раньше ссорились хотя в подсознании я вижу что было в мыслях расстаться разойтись вам не всегда комфортно с тем человеком с которым вы рядышком у вашей трой половинки в подсознании в голове я тоже вижу какие-то большие психи нервы а это может говорить о том что если вы ругаетесь то стены трясутся но теперь давайте посмотрим что у наших свободных стрельцов для свободных выпала карта восьмерки чаш карта туза мечей и карта старшего аркана башни к сожалению карты говорят о каких-то негативных жизненных ситуациях прежде всего в личной жизни сейчас пока не происходит чего-то хорошего явно у вас тут были с кем-то расставания либо в недавнем прошлом либо в ближайшем будущем у вас кем-то могут предстоять конфликты которые могут доходить до разрыва человек который рядышком с вами либо вас чем-то ранит либо делает вам больно вольно или невольно но это может происходить либо всплывает для вас какая-то информация как ниоткуда как гром среди ясного неба и вы из-за чего-то начинаете нервничать если кто-то из вас в последнее время оформлял какие-то бумаги или документы скорее всего были неудачи или что-то не получалось и в этом периоде есть какие-то сложности но если вы начнете решать вопрос заново я вижу что вам должен кто-то помочь и только тогда у вас непременно что-то получится если вы до сих пор не закрыли старые отношения и хотите начать новые то карты говорят о том что пока вы не поставите жирную точку на прошлых отношениях вашу жизнь не входит ничего нового что в скрытых факторах скрытые факторы выпала тройка мечей карта девятки чаш и карта верховной жрицы вот опять таки если говорить о вопросах любви тройка мечей это всегда разбитое сердечко это треугольники возможные это нервы это слезы это обиды это предательство рядышком девятка чаш которая говорит о том что все равно вас кто-то любит возможно партнер или партнерша будет делать шаг для того чтобы помириться снова на вас помимо того человека с которым вы в отношениях были или есть может обращать внимание кто-то еще и рядышком выпала холодная верховная жрица которая говорит о том что если вы обожглись раз обожглись два вы уже боитесь кого-то просто впускать в свое сердце вы постоянно взвешиваете думаете оцениваете анализируете если говорить о женщинах стрельцах у вас очень неплохая интуиция но вы ее не всегда слушаете и поэтому допускаете определенные ошибки возможно кто-то находится в отношениях которые входят в разряд тайных все-таки есть верховная жрица которая может говорить о том что кто-то один может быть не свободен конечно вас интересует будущее вы пытаетесь его предугадать предсказать может быть кто-то сам себе чувствует потенциал в магии вас может эзотерика интересовать в общем ничего плохого я в этом не вижу учитесь развивайтесь но возможно и то что кто-то будет кому-то обращаться за помощью по верховной жрицы потому что вам нужна будет чья-то психологическая поддержка совет или подсказка для кого-то эта карта даже может показывать женщину психолога астролога торолога или даже женщину врача вы что-то слишком близко пропускаете через свое сердечко поэтому и на физическом уровне вы можете ощущать недомогание ну и конечно карты могут говорить о том что с вами действительно кто-то может пытаться конкурировать на завершение этого периода для вас выпала девятка монет карта хорошая для дел для работы в чем-то вы будете довольны и именно финансовый достаток приносит вам внутреннее спокойствие и уверенность в завтрашнем дне если говорить о женщинах стрельцах о многих из вас вы самодостаточны вы способны зарабатывать но по этой карте может быть рядышком еще человек мужском лице который может вам предлагать дополнительную помощь если вы свои выходные заранее запланировали или что-то планируете получится так как вы задумали но даже если вы пока на выходные не планируете ничего все равно вы проведете и хорошо даже если кто-то из вас захочет поработать карта может говорить о том что вы занимаетесь даже выходные дни серьезными делами от этого ваших доходах или вашей работе только что-то улучшится из каких-то личных проблем вы сможете переключиться на финансовые вопросы но теперь посмотрим что для вас выпало на совет или на форс мажор на совет для вас выпала карта короля мечей и для мужчин и для женщин карта может показывать мужское лицо мужчину от которого что-то в ваших делах будет зависеть для кого-то эта карта может показывать мужчину при власти при должности военный чиновник для кого-то даже мужчина врач если говорить о мужчинах стрельцах то скорее всего в самое ближайшее время возникнут какие-то ситуации в которых вам даже нужно будет проявить смелость настойчивость жесткость и конкретику потому что в чем-то нужно будет расставить точки над и возможно у кого-то это действительно касается чего-то официального поэтому с кем-то у вас может предстоять важный разговор но разговор напряженный но теперь посмотрим сбудется ли ваше желание на ваш вопрос выпала карта десятки жезлов эта карта дает ответ да но скорее всего вольно или невольно вы здесь загадали еще желание и не одно или ваш вопрос автоматически подключает к себе и другие не менее важные вопросы потому что здесь что-то связано с какими-то старыми проблемами и вы все это пытаетесь разрешить карта говорит о том что вы получите нужный результат но с большой тяжестью с каким-то надрывом может быть даже с кем-то еще будете серьезно разговаривать потому что могут возникать какие-то препятствия или помехи вроде бы вы как и получили желаемое да но почему-то карты все равно показывают ваши сомнения это что вы сами до конца в чем-то не уверены если у кого-то вопрос касался действительно конфликта или какой-то старой сложной конфликтной ситуации то здесь еще предстоит выяснение отношений разбирательство и все равно чего-то для себя до конца прояснить вы не сможете и карты говорят о том что либо высшие силы от вас закрывают какую-то информацию либо вам чего-то не нужно знать либо еще чему-то не пришло время иногда вы сами как огненная комета возле вас горячо это говорит о проявлении вашего характера когда вы проявляете вспыльчивость или настойчивость в чем-либо то кому-то от вас еще может хорошенечко достаться но это так общая информация теперь давайте возьмем несколько дополнительных карт из нашего темного оракула и посмотрим что еще вам нужно знать будьте готовы к любой информации так как все-таки это оракул уже первая карта для вас выпала денежная эта карта говорит о некой свободе которую дают вам деньги поэтому многие из вас и стремятся реализоваться в работе либо у кого-то были долги или кредиты но вы уже по чуть-чуть начинаете из этих состояний выходить даже те у кого такие проблемы были может быть в недавнем времени были затруднения с деньгами но какие-то финансовые проблемы будут решаться это точно для вас рядышком также выпала карта мира которая говорит о том что вам сами высшие силы помогают в работе могут открываться дополнительные или новые возможности или могут быть какие-то обновления кто-то из вас может работать действительно либо посредством интернета либо работать на выездах либо даже работать где-то находясь за границей возьмем для вас еще одну карту которая говорит о том что вы сами от чего-то способны отказаться возьмем для вас карту на дополнительный совет и эта карта говорит о том что вам с кем-то нужно действовать сообща то есть в одиночку что-то решать или делать сложно потом вы как будто вы делаете какое-то проверочное действие для того чтобы в чем-то убедиться но что интересно то что касается личных отношений возможно для кого-то это будет неожиданная информация но я вас предупреждала о том что такое возможно либо на ком-то здесь есть приворот либо кто-то думает о каком-то привороте отвороте потому что карты почему-то об этом говорят либо вы сами чем-то таким увлекаетесь и вам интересно как легла та или иная работа либо если в вашей жизни было такое вмешательство скорее всего вы для себя что-то захотите точно знать потому что эта карта говорит о том что хочу точно знать нужно что-то диагностировать именно по личным отношениям вот такая интересная неоднозначная информация уважаемые стрельцы таким для вас был расклад на этот период пишите в обратных сообщениях насколько эта информация для вас была интересна и важно я не прощаюсь с вами я вас всех жду на следующей неделе поэтому до до скорой встречи всем до свидания и